всем привет дорогие друзья сейчас мы собрались посетить генуэзскую крепость наш маршрут думаю будет не сложным, но интересным очень хочется посмотреть эту достопримечательность судака какая красота только идти туда что-то мне я уже передумал почти манит, манит крепость своим величественным взглядом такая вроде маленькая крохотная издали но красиво видите народ уже идет на пляж из пляжа из пляжа да а мы идем в том направлении в другом совсем идем по направлению крепости я думаю что потом когда мы выйдем из крепости мы зайдем куда-нибудь там перекусить я вроде как слышала что там есть какая-то столовая не знаю правда или нет но мы посмотрим так что идем видите здесь можно покататься вот здесь уже толпы людей ушли нет так много народа как было пойдемте поближе посмотрим еще на пляже есть люди или нет я думаю что очень много ну да сегодня кстати не так жарко но это может быть утро пока сейчас еще разогреет вчера был намного солнечный денечек намного жарче мы уже приближаемся к крепости ребята я не знаю как мы будем туда забираться вот честно я не знаю почему мы выбрали есть какой-то другой маршрут можно съесть на маршрут и на маршрут и доехать а мы не пешочком пешочком ну так же интересно правда посмотреть все вокруг так что ну придумаем как туда собраться как все так и мы ребята маршрут не близкий поэтому мы решили остановиться я мохитовый пиже не сейчас не знаю там что-то и наверное себе берет вот поэтому мы посидим немножечко отдохнем и продолжим наш путь дальше смотрите какая красота отсюда какой вид открывается потрясающе мы посидели кстати в кафе я не осилила мохитом поэтому мы идем дальше ну чтобы не сидеть просто красивый вид в кафе в кафе в кафе в кафе в кафе мы поднимаемся уже по ступенькам к крепости сколько здесь ступенек я не знаю в кафе мы идем в кафе в кафе в кафе Субтитры делал DimaTorzok О, мини-крепость Сделана из камушек и подручных материалов Вот такая красота Да, конечно, пойдем обязательно очень символично посидеть в беседочке Ну тогда сфотографироваться А, да? Извините Просто все там ходят Вау, ребята! Красота! Ну она шикарна И виды здесь, да? Смотрите Они тоже шикарные Ребята, ну очень шикарнейшие виды, конечно, отсюда Из этой вот беседочки потрясающей А, вообще не слов Так, ребятки, а мы идем дальше Хочется, что дозайти поближе И в крепости, я думаю, не знаю, если там можно войти, но я думаю, что можно Мы с вами обязательно туда должны попасть Ребятки, мы преодолели еще одну ступеньку Сейчас вот идем теперь по такой протоптанной тропинке Ну масштабно, конечно Виды вокруг Ну по сути, да, это и есть, наверное, жемчужина судака Потому что Я не знаю, конечно, может еще тут что-то есть Но насколько я смотрела в интернете Это вот самая такая достопримечательность А стены такие уже влажные Видно прям, да? Вообще Она не развалится Вот как это? Из чего ее там строили? Камни, да, наверное? Не знаю, что там еще Ну, тут камни так же, с ребенком Нет, она сохранилась Она, конечно, в довольно-таки классном состоянии Прям вообще Я бы сказала, даже супер Шестьдесят рублей мы отдали за билет Три, да, шестьдесят рублей Шестьдесят, на двоих Шестьдесят рублей Ну мы с экскурсии взяли Экскурсия плюс пятьдесят рублей Так, двести пятьдесят А, двести пятьдесят, пятьдесят рублей экскурсии И вот мы уже с вами зашли Сейчас ждем экскурсионную группу Соберется и поедем Ребятки, поближе подошла к Сине Экскурсия наша собирается Кажется Ребят, это не экскурсия Это просто Женя посмотреть пошел Так что мы с вами можем Немножечко осмотреться вокруг Вот она, крепость Люблю я такое Вот прям очень сильно Атмосферно все как-то прям Ну конечно никогда толку людей Но что делать, да? Мы живем в такое время Ребят, цены вот видите С рыцарем сто рублей на троне В гостюме 300 Театральное видео 400 Вот они такие атмосферные фоточки Делают в основном дети, да? Любят такое Да Обратите внимание, что здесь можно Рассмотреть отверстия от полка оборот Они были деревянные, биты из железа Давайте пройдем еще дальше Вот здесь вот с правой стороны Вверху можно рассмотреть дверной проем Через который выходили воины-привратники И дважды в сутки, утром и вечером Опускали и поднимали ворота Если барабакан был прорван И ворота были выбиты То неприятель попадал в коридор смерти Где мы стоим Пусть ему преграждала третья линия ворот И отсюда с большой высоты Защитники города Сбрасывали крутые камни Через ворота Жители близлежащего посада Могли попасть в центр города Нам сейчас пойдем А у него куда он там был? Это жупа нашли та тоже Отходный суток? Ребята, видите, я ошиблась Получается 1309 год 1414 год И получается это уже как бы наша эра Постройка Очень масштабная территория, конечно Прям вообще Субтитры делал DimaTorzok Ну что ж всё жилое Успешавшие Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Они все были каптированы. Каптаж представляет из себя загубленную в лунт каменную ванну, с одной стороны, открытую к источнику, и вода через глиняные трубы на многие километры поступала в город. Водопровод проходил под землей, он состоял из глиных отсеков на 50 сантиметров, их обставляли один в один, еще между ними промазывали гидроазобьющим раствором. И вода самотеком через такие отверстия в стене поступала в цистерну и заполняла ее. Вглубь она уходит на 4 метра. У нас тут открыта такая небольшая 3D-выставка, она посвящена средневековой солдаре, она виртуальная, и здесь воссоздан внешний вид города 14-го столетия. Под планы все нюансы можно узнать в кассе, которая находится рядом с вами. В городе есть еще одна цистерна, она в два раза больше, давайте пойдем чуть дальше. В городе есть еще одна цистерна. Мам, давай думаешь, это это крепость или это воссралась? 3D я видела, какая хорошая. Там тоже экскурсия вон, где. Там 3D, там я так понимаю, ты сидишь, телевизор просто показывает и рассказывает по этой же крепости. Нет, интересно, я думаю, что вообще надо с экскурсистой фотографировать. Да, девочки, можно же ходить на сферу? Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии.